всем привет специально для тех кого заинтересовал мой станочек я решил снять это видео так как у людей еще много вопросов по данному станку многие хотели бы увидеть его более подробно из чего состоит станок вот редуктор который прикручиваются кроме рама состоит из четырех шиллеров на данном редукторе и скрепление с двух сторон с этой стороны и с противоположной вот ей прикрутил четырьмя вот такими болтами с одной стороны и четырьмя с другой два вот таких швеллера швеллер размер вот эта толщина 7 миллиметров 100 миллиметров и вот это 50 миллиметров здесь все прикручено здесь я все приварил сварка на редукторе никаких обозначений нет так что я могу сказать редуктор червячный присутствует шестерня и червяк который вращаясь вращает вот эту шестерню передаточное число 1 к 40 на 40 оборотов червя один оборот вот этой шестерни для установки насадок на данный станок была вытащена вот такая вот муфта она насаживалась на вал редуктора сверху на на штифтах устанавливались разного рода насадки с вухтой проблем принципе нет если есть хороший токарь меня такого токаря не было мне пришлось снимать разбирать редуктор снимать вот этот вал со звездочкой вести его токарю потому что на конус вот здесь на валу был такой большой конус на конус он бы не посадил не эту муфту вал редуктора был проточен под цилиндр про фрезерована канавка для шпонки и вот таким образом получился станочек сейчас я покажу его вид сверху вот такие вот насадочки еще одна их можно сделать очень много разных потому что под разную проволоку все равно хочешь не хочешь а придется делать свои насадки но сверху мы видим нашу переходную муфту в которой просверлили 4 соосных вот с этими ну как бы хотелось чтобы они были соосны но как можно было так сделать что три соосны одно нет не знаю в принципе но как-то у токаря получилось в общем вот эти штифты диаметр 10 миллиметров столистая проволока одного у меня нет ну как показала практика 3 принципе достаточно но 4 как-то она более надежно хотелось бы 4 и 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 так и оставил конусным потому что у меня вот была такая ручка от кого-то сепаратора старинного я его просто насадил на резьбу вот эту немного спилил ее напильником и так забил сейчас не могу снять вот вот все работают 20 и т fact ключи что в нем свободно рукой можно крутить только червяк как бы вал уже он не крутится он только какой люфт там есть червяки вот только вот так а только крутится червяк тогда крутится вал это уже совсем другой редуктор вот вал мотора а вот ведущие ведущий вал и вот я кручу и 1 и второй вал потому если кто-то будет использовать такие редуктора такого типа надо будет ставить трещотку какой-то фиксатор чтоб когда вы пустили ручку у вас ничего не раскрутилась и нипочем случайно не ударила этот вот редуктор я показал не зря как бы он меня в планах поставить его на привод вот этого червяка моторчик трехфазный проблем с переключением влево-право не будет никаких единственное что мне не нравится что при остановке он не будет становиться колом он еще какое-то время будет крутиться ну думаю надо это будет приловчиться и все будет нормально по поводу привода вот этого пока ничего не решил буду пробовать звездочки которые есть в наличии звездочками более проще 1 у меня учитает прямо сюда я можно банально приварить ну пока конкретно не решил со временем буду пробовать экспериментировать думаю мы еще посмотрим что сосал хочу заодно рассказать как моем понимании сделать нормальное совосное отверстие я принципе думал что токарь так и будет делать я в этих в этих делах не силен скажем так ну как бы я сделал бы вот так взял бы вот скажем разметил четыре вот этих отверстия на большой болванки которая была проточена разметил бы просверлил бы вот длинным сверлом просверлил бы все четыре отверстия вот как бы наше длинное сверло на цельной болванки просверлил потом отрезал бы эту часть досверлил бы дальше эти отверстия отрезал бы вот эту часть досверлил бы еще дальше эти отверстия и так далее и моем понимании это было бы все соосно и все было бы просто отлично как в принципе делал токарь я не видел но как есть так уже есть когда буду что-то переделывать может что-то изменится а пока меня это все устраивает хочу более подробно остановиться на этих отверстиях думаю расстояние от матрицы до отверстий не принципиально так как проволока пружинная имеет свою жесткость но и далеко сильно тоже не стоит залезать я уже говорил что у меня для 120 капкана пружины получаются плохо потому что вот здесь столик у меня длинный надо или вырезать вот так кусочек или хотя бы вот такой пропильчик сделать чтоб пружина заходила вот сюда и тогда будет все намного проще намного удобней расскажу по отверстиях одно отверстие как бы как бы где вы будете сверлить и в каком порядке и как вот может показать вот это ваша толщина если сделать стержень намного меньше эти отверстия они не подойдут сейчас более подробно покажу вам сверху что да как меня спрашивали про отверстие отверстия будут у каждого свои принцип построения будет один и тот же вот вот это отверстие вот этот штифт держит центральную проволоку которая самая длинная которая навинчивается на эту матрицу но проволока скользит по этому штифту вот это отверстие этот штифт для того чтобы нам пропустить вот эту короткую проволоку по кругу несколько раз видите надо это отверстие надо просверлить так чтобы ничто не мешало вставить вот этот штифт были со всех сторон были какие-то зазоры и тогда никаких проблем с этим не будет по поводу вот этих вот штифтов у меня давно была такая идея воплощать ее как бы не спешу надо надо все попробовать наладить настроиться а потом уже можно сделать вот как бы в чем сама идея где я в том вот сделать как бы рычаг снизу подпружиненный вот штифт стоит нажал на рычаг штифт ушел потом отпустил рычаг штифт сам вышел это будет намного удобней чем дергать какие-то сверла какие-то вставки можно сделать будет какой-то еще фиксатор для этого всего думаю будет очень удобно а пока надо определиться с количеством отверстий а потом уже что-то додумывать давайте более подробно по насадкам вот насадочка для колец 120 капкана которые скользят по самому капкана вот этот диаметр у меня 24 чтобы сделать капкан похоже на кировский надо где-то сделать вот этот диаметр 26 в принципе делать можно по-разному на одной и той же отправке в зависимости сколько вы выпустите проволоку вот здесь и как закрутите можно делать разное кольцо это надо пробовать так просто она не объяснишь и не расскажешь но лучше немножко сделать этот диаметр также данная насадка используется для следового капкана номер пять для центрального кольца пружины она специально сделана такая высокая что несколько витков сделать это этого кольца по этой оправке все ну в принципе пробовал я на и делать рамку для 250 капкана как раз вот этот диаметр на этом диаметр и получается вот это окружность неплохо я бы сказал на этой оправке вот этот диаметр 35 если гнуть на ней пятерку те пружины которые я показывал ну вот это несколько витков это в точь-в-точь получается такой диаметр как на свердловских проходных капканах думаю этот сильно диаметр не принципиально я у меня 35 вот еще одна оправка на этой оправке как бы собирался делать вот это кольцо которое по капкану номер 5 смыкает дужки вот это вот такое диаметр его 40 здесь вот этой части диаметр 40 вот эту оправку уже видели это как бы получается тоже что это только одинаковые высоты стержней еще на всякий случай я сделал такую чистую насадочку на которую можно сделать на отдельном листе металла сделать какую-то оправку и просто прикрутить сюда вот так сверху будет то же самое диаметр вот этой насадки у меня 80 ну лучше когда она будет больше сейчас покажу почему вот центральное кольцо пружины 250 капкана у меня уже негде поставить фиксатор так что в принципе думайте если собираетесь делать пружины на 250 капканы лучше всего вот эту детальку не 80 сделать диаметре а приблизительно где-то 120 всем удачи всего доброго и до новых встреч удачи